Всем привет! С вами Тормот и сегодня мы с вами продолжаем играть в замечательную игрушку City Skyline Так, и давайте я вам расскажу чем мы будем заниматься в сегодняшней серии Сегодня мы будем заниматься тем, что будем строить очень интересную развязку Ну не знаю насколько она получится оригинальной и получится ли она вообще оригинальной Вот, но постараемся сделать интересную развязку Я уже сделал две развязки, вот такая вот развязка Давайте мы пока не с нее начнем и вот с такой вот Вот это у нас более, я бы сказал, упрощенный вариант круга Ну точнее не то, что упрощенный, это сдвоенный круг Потому что у нас есть малый и большой круг Эффективность заключается в том, что у вас съезд происходит с малого круга, а заезд происходит на большой круг Тем самым у вас потоки почти не пересекаются То есть у вас чаще всего съезд происходит на шоссе И они будут вынуждены двигаться по большому кругу для того, чтобы двигаться в том направлении, ну налево или направо То есть вот тут вот они съедут А те, кто у нас собираются въезжать и собираются двигаться в другом направлении, например вот в направлении на юг То им надо будет въехать на малый круг и через малый круг уже въезжать Вот такой вот момент Также те, которые въезжают, например, у нас слева, они сразу же напрямую въезжают на малый круг и сразу же попадают, движутся по направлению к городу Если вы приглядитесь и кто помнит, мы делали с вами такие тоннельчики Которые у нас под землей и ведут к другому круговому движению Вот такое За счет того, что мы сделали вот эту развязку У нас теперь движение под землей этого тоннеля намного сильно увеличилось Трафик увеличивается И нагрузка на наш мостик возрастает В связи с тем я решил, что давайте мы его сейчас улучшим, а потом вернемся уже к постройке Вернемся к постройке Ой, новой развязки Вот Здесь нам достаточно только обновить Посмотрите, как он красиво выглядит теперь И убрать светофор Конечно же убрать светофор Больше мы здесь с вами ничего не делали Здесь у нас получается из трех полос в четыре Можно, конечно, будет заменить здесь четыре на четыре полосы Но в этом особого смысла нету, потому что здесь у меня с увеличением скорости Они выходят на две полосы Я пытался, чтобы здесь было три полосы Поверьте, мне получается достаточно медленнее Они почему-то приостанавливаются и потом продолжают движение А так они на двух полоски проезжают без остановки Ладно, тут мы слегка улучшили Это наш мостик Переходим ко второй развязке Вот эта вторая развязка тут пришлось достаточно сильно пораскинуть мозгами Потому что у нас есть дорога в город Два шоссе, которые должны пересекаться И не должны никто никому мешать Я пришел к выводу, что съезд нужно делать Осуществлять на дорогу способом, запрещающим левые повороты Как это обычно делается в правилах дорожного движения Левый поворот пересекает встречную полосу, тем самым затрудняя ей движение Поэтому здесь, на перекрестках, я сделал соединение перекрестка Разрешающее только поворот направо И двигающиеся, например, справа не могут повернуть здесь налево Они обязаны всегда поворачивать направо Вот так вот двигаясь А здесь у нас получается по-другому У нас происходит съезд шоссе И съезд происходит всегда в попутную полосу То есть никто отсюда не повернет налево Как это было бы в стандарте, если бы мы не указали соединение перекрестка Поэтому это обязательно нужно будет указывать Чтобы у вас было все правильно Тут у нас получается одно кольцо Выезд через шоссе происходит именно на это кольцо И через пересечение кольца Вот, точнее, при пересечении кольца можно сразу же съехать И тут у нас то же самое При въезде мы можем либо въехать сразу в город Либо по шоссе проехать дальше И там уже въезжаем в город Так, ну здесь у нас Пока что все Как и было Ничего не поменялось Вот такой вот момент Я еще хотел Улучшить Точнее, придумать место для стадиона Но пока что эту мысль отвергнут Ну давайте приступим Ой, ночью строить Ну, ночью так ночью Ничего страшного Первоначально нам нужно удалить Вот это все Что мы тут на С вами нагородили Сейчас Под землей Под землей Под землей тоже убираем Вот И у нас тут теперь Ничего не осталось Вот Давайте У нас есть несколько вариантов Либо вот эту дорожку Либо выезд На круговое движение Я предлагаю все-таки Использовать выезд на круговое движение И сделаем мы это Вот таким образом Мы здесь дорожку продлеваем И ведем ее сюда Вот это у нас будет Наше с вами соединение И теперь Давайте придумывать Как мы это будем осуществлять Любые работы Как я уже говорил Всегда советую делать Не с Шоссе А с обычными Двойными дорожками Потому что с ними проще Нажимаем Ctrl S Чтобы она не привязывалась К дорожке Приподнимаем Давайте на уровень 9 Это минимальная Чтобы машины Проезжали Ну давайте даже 12 12 12 Как бы нам Я не хочу делать Четко Или там Чтобы все было Нам достаточно И приблизительно Вот так вот 12 сюда Делаем 10 И вот здесь Мы также На 10 Делаем С высотой 12 А теперь Выбираем Дорожку Изгибающуюся Так как мы делали С вами на 10 Включаем S Чтобы она у нас Привязывалась И проводим Круг 10 10 10 10 10 10 Вот у нас Первоначальный Круг готов Если вы хотите Где-то там Внутри Сделать Меньше Круг Или больше Круг То можете Придумать Вот Давайте Вот мы с вами Наметили Где у нас Будут Какие места Ну и давайте Например Вам покажу 7 и 7 И у вас Все Все будет Четко Проходить 6 7 7 И 7 Вот Это 2 На одном уровне Если же вы хотите Делать на разных Уровнях То вам придется Один из Кусков дороги Приподнять Желательно Это делать По отдельности Так Ну давайте Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Сейчас Давайте мы Уберем Вот эти 2 Мы помним 7 на 7 У нас Вот тут Была Поэтому здесь Мы делаем Так же 7 Только Нажимаем Клавишу Page Up Или Page Down Для того Чтобы изменить Высоту 15 18 Ну и давайте 21 Вот так Вот 21 И 7 на 7 Вот у нас Она поднялась До 21 Теперь дальше Вы можете Полностью Все убирать Уже Вам оно Уже Не нужно В принципе Можно было И сначала Так делать Просто иногда Бывают ошибки И заново Потом Все это Проводить Ну кому Как удобно Я обычно Так делаю Себя Подстраховываю Немножечко 7 на 7 И 7 Ага Здесь у нас Другая высота Поэтому Мы ее Тоже Сносим И Подводим Опять 7 7 И 7 И 7 Вот у нас Получилось На разных Уровнях Дорожка Давайте Может быть Сделаем Так же Как мы Делали С вами В то Двойное Кольцо Здесь мы С вами Проводим На 10 И На 10 Это у нас Первая 7 7 И 7 Вот Что-то Такое Даже Надо было 7 И 10 Сделать Чтобы было Более Реалистично 7 И 10 Вот Вот у нас Соединение Большого Кольца Ой Соединение Двух Колец А теперь Нам нужно Сделать Соединение Ну Здесь у нас Все очень Просто Мы Делаем Даже Далековато Получилось Да Вот так Мне Наверное Больше Нравится Вот Таким Вот Образом А теперь Нам нужно Поднять Это Как Как мы Это Делаем Вначале Нужно Измерить Расстояние Для того Чтобы Везде Делать Одинаковое Посмотрите 11 11 И здесь Мы Делаем Например 5 5 И получается 5 13 5 13 Соединилось Да Здесь Мы Так же На 11 5 5 14 5 Тут Что Вот Так Наверное 5 13 И Здесь У Нас 5 13 Вот Так Вот У нас Произошло Верхний И нижний Круг Теперь Нужно Соединить Хотя Я На Сам Деле Сделал Да У нас Получилось Очень Да Очень Грубый Переход Это Не очень Хорошо И не очень Красиво Как Это Можно Изменить Нам Нужно Сделать Подъем До Уровня Верхний А В нижнюю Просто Спустить Давайте Сейчас Приблизительно Покажу Чтобы Что я имею Ввиду Все То же Самое Отмечаем Здесь 11 Чтобы Мы Делаем 5 И Уже Сразу же Говорим Поднять На 3 5 9 Вот 9 Метров А А вот Здесь Мы Делаем Подъем На 12 И 15 Вот Так Поэтому У нас Соединение С этой Дорожкой Произойдет Так А с Этой Дорожкой Вот Так Конечно Все Это Получилось Очень Грубо И Надо Это Немножко Переделать Так Мы Подняли Его Да Придется Все Так Более Грубые Делать Не Хочу Я Делать Грубые Соединения Слушайте Как-то Можно Было Все Это Изменять Shift Нет Alt Нет Ctrl Ctrl S Вот Вот так Уже Намного Лучше И Здесь Мы С Вами Так Значит У нас С этой Может Попасть На Верхнюю И На Нижнюю Честно Сказать Пилиберна Какая-то Получается И Вот Так У Меня Чаще Всего И Происходит Когда Начинаю Строить Я Понимаю Какие Есть Недочеты И Пытаюсь Их Как-то Исправить А Если Нам Соединение Делать К Центру Например Сейчас Мы Первоначально С вами Отметим Где Это У нас Место Будет Вот Тут Вот Я здесь Соединю Чтобы Потом Сейчас Сейчас Ctrl S Чтобы Она Прилипала Сразу Так Например 10 Здесь Мы Делаем Подъем На 9 Здесь Мы Делаем Подъем На 18 Здесь Мы Делаем Подъем На 18 И Соединяем 20 Так Это У нас Первая Ну Здесь Потом Все Это Исправляется Конечно Это Сейчас Ну Ладно Это Мы Оставим Потом Когда Будем Уже Доделывать Оно Уже Будет Вставать Намного Лучше Так Теперь С Другой Стороны Также 11 Давайте Так Соединим Поднять На 9 Помните А Здесь Мы С Вами Поднимаем На Ага И Они Уже Соединяются Да Ту-ту-ту Ух Ладно Давайте Предположим Мы Делаем Вот Так Вот Здесь Мы Поднимем На 9 И Здесь На 9 А Здесь Мы Поднимем На 18 И Здесь У нас Будет Соединение К 20 Вот Так Вот Мне Уже Нравится Там Соединение Нормальное Получилось Здесь А Ну Вот Я Понял Из-за чего Здесь Был Такой Маленький Кусочек Который Который Все Который Мешал Я Та-та-та Вот Этот Кусочек Убираем Помню У нас Здесь Было 7 На 7 Да Что Что Будешь Делать Поганец Третакий Вот Ни в какую Он не хочет Здесь Соединяться Какой-то Заговоренный Кусок Заговоренный Я бы Даже Так Сказал Так Давайте Контрол С Убираем Попытаемся Контрол С Контрол А Попытаемся Все это Сделать Стандартными Место Уже Занято Ага Место Место Уже Занято Так Лет Давайте Чуть-чуть Его кривее Сделаем Если вы заметили Я сделал Теперь Шесть На Семь А Не 7 на 7, то есть это не совсем теперь круг ну по крайней мере он должен теперь не должен выглядеть теперь так ну кстати вот такой вот момент мне даже я бы сказал даже нравится почему бы и нет давайте здесь мы попробуем так значит у нас получается заезд и здесь заезд нам нужно теперь сделать какие-нибудь съезды съезд интересно мы сможем вот таким образом раз съезд сделать вспомнить бы вот так вот заезд съезд заезд съезд если ему нужно будет наверх но на самом деле вот эти теперь лопасти мне кажутся совсем неудачными вот с этого кармана будет намного удачнее делать ну нет давайте уж не так контрол б не такое нет ну вот это уже совсем такой момент меня не устраивает вот вот так уже куда не шло только вот этот некрасивый переход нужно сделать более плавным чтобы он выглядел покрасивее а здесь мы с вами сделаем тоже по-другому раз он должен идти с нижней значит он и пойдет с нижней мы делаем вот так вот и вот так вот так смотрим если нам отсюда ему нужно сюда он уехал если ему так съездов нету давайте съезд организуем один так если у нас например так эти сюда заезжают ой нужно уже превращать эти круги в одностороннее движение чтобы видеть по стрелочкам что куда я так думаю что уже многие там начали мотать перематывать смотрите ой когда он тут закончит вот так вот и делаются так вначале делаю их просто односторонними для того чтобы понимать что я хочу это у нас чтобы я круги лучше верил это у нас первый круг так это второй круг что то он не в ту сторону пошел вот вот они у нас два круга так для того чтобы ему съехать ему нужно тут проехать и вот здесь съехать это у нас будет съезд так есть если ему нужно в эту сторону съехать а если ему нужно в ту сторону съехать то он делает заезд съезд и по нижней а подождите это же заезд а нам нужно как съезд сделать я уже начинаю запутаться так у нас будет один заезд мы его делаем заездом давайте сразу же оп оп и оп вот у нас эти заезжают он перестраивается на внешнюю полосу и здесь производится уезжает в город из города у нас приезжающие граждане точнее уезжающие из города граждане въезжают на развязку вот тут а съезжающие давайте мы даже вот так вот сделаем а съезжающие с верхней развязки будут ее вот так покидать значит у нас получается ой что-то я нагородил слишком слишком мудрено по-моему давайте включим и посмотрим что тут у нас получилось а нет надо вначале сделать их односторонними иначе тут будет что-то непонятное тут вниз вот это вот сюда да сейчас давайте посмотрим что у нас тут получится потому что я немножечко сам запутался я хотел сделать что-то шедевральное но по-моему давайте вот посмотрим за этим грузовичком который съезжает а почему бы наверное может быть даже сделать не наоборот подъем сделать на верхнюю а съезд нижней давайте мы действительно так сделаем пускай оно даже и на одну будет идти ничего страшного давайте вначале прямо будешь идти а потом только спускаться вниз а то это честно сказать вот так и опять же делаем все это односторонними они оба въезжают на один перекресток въезжающий отсюда и съезжающий по-моему это не очень хорошая идея хотя у них есть разветвление они могут сразу же в любую сторону ехать то есть они могут и на верхнюю и на нижнюю так вот этот момент мы сразу же пресекаем вот эти остановочки всякие вот так вот и все и все пешеходки тоже закроем у нас здесь никаких пешеходных переходов нету ну да вот у нас одни пошли туда вниз вот теперь я уже начинаю понимать а те кто хотят сюда это это у нас пока что еще не шоссе они у нас просто выезжают и теперь давайте заменять все это на шоссе и смотреть так же первоначально трех полоской мы делаем основные несколько кругов вот он у нас идет круг один и теперь второй круг вот они два круга два круга теперь здесь у нас будет обычная двух две полосы и здесь две полосы так и так здесь так же две полосы проводим ее на спуск и на подъем пока что оставим по одной полосе но мы ее вот так вот заменим пока что это пускай будет одна полоса и вниз здесь опять же две полосы вот эти перегородочники обязательно убираем чтобы они нам не мешали и смотрим что у нас получилось так первое что мне не нравится вот этот острый угол это первое что вы должны будете заметить у себя если очень острый угол они очень сильно скидывают скорость поэтому такого сильного угла лучше такой сильный угол лучше не делать давайте давайте-ка мы вот так вот двоечку и мы его подведем даже еще можно чтобы он не был таким ну вот так еще куда не шло он по крайней не настолько острый получился угол да вот так уже намного лучше вот они или сюда или сюда съезжают ну вот наша развязочка начинает потихонечку действовать так так это если туда поедут да да вот что-то типа такого у нас получилось ладно на сегодня я вас больше мучить не буду мы и так с вами целую развязку перестроили тут у нас нужно будет светофоры поубирать у нас видите они тормозят а тормозят именно здесь стоит светофор и там они все тормозят вот здесь у нас нигде нету светофоров ну и конечно же нужно скорость увеличить на заезд на круговое движение сюда и вот тут кстати видите какой он такой угол получился очень неправильный вот такие углы лучше всего пытаться убирать сейчас я вам покажу как я это вижу вот так вот вот лучше уж у вас будет вот таким вот моментом чем как-то по-другому так вот они даже не скидывают скорость для въезда теперь здесь делаем то же самое давайте мы вот эту уберем и вот так вот ну здесь давайте тоже попробуем что-то более нет это нет все равно он так не хочет а подождите ка че парюсь можно прямо отсюда попытаться ему вот проложить дорожку не ну здесь уже нормально только нужно улучшить чтобы это было все-таки магистраль а не обычная дорога так у меня еще тут остались кое-где обычные дорожки все это мы заменяем и ну вот такое вот у нас чудо-юдо развязка придумывайте свои как вам угодно на этом мы закончим сегодняшнюю серию всем спасибо что смотрели с вами был тормот обязательно ставьте лайки я по лайкам вижу сколько человек хотя бы смотрят кому это интересно если уж совсем будет не интересно будут отсутствовать лайки мы с вами прекратим заниматься сети skyline ладно всем спасибо всем пока пока Продолжение следует...